Рося, ты как первый день завалилась в чашку-то. Ты рядом новому человеку показала бы, обе уже свалились. Видишь, она смотрит-то как, как будто первый раз леет. Отодвинь чашку на другой конец. Сама его подруге отодвиньте. Дальше, на другой конец. Дальше. Ну отодвинь на самый конец стола. Вот отсюда бери влевый кусочек. Не колени чеши, а отломи двумя руками. И полно не бери кусочек. Сколько ты съешь? Совершенно не умеет ни обедать, ни есть еще. Потом пища дома пропадает. Заваливает в мусорной баке. Вот когда начинаешь говорить, настолько это бельгей новый, а какое это значение имеет спасение. Главное это спасение. Так, вот так, повернуть, чтобы он видел. Не-не-не, вот так. Дежурный сейчас подойдет. Смотри, дежурный покажи. Все, махнул, махнул. Все. Теперь опроки. У нас за все лето не пропадает ни одной крошки. В буквальном смысле. Спрашивает, а для спасения души разве это имеет значение? А ты послушай, что говорят люди. Не нам считай. Кирилл, тебя тянет к людям, которые совсем не нашего круга. Попутно тебе сказать. Вчера только пришел один человек с деревни, с которым у нас недружественное отношение. Ты мгновенно к нему сел, и куда он не пойдет, ты прям липнешь. То есть птицы слетаются подобным себе. А Андрей около тебя рядом. Запомни, вспомни, с кем ты сидел. С деревенскими. Кого ты увидел? Прям не отлепишь, ты уже туда идешь. Все. Характер родной тоже. Ты приглядывайся к тем, которые ищут духовного. Туда не лезь. Тебя и не называют. Ты знаешь, с кем сидел? К кому ты еще раз сразу подошел? Не знаю. Ты для тебя осознай это. И прям непримерно. Он пересел и тут, а дальше он встал, всех увел и все. Никто на кастре не был. Все пустые. Ну ты же видишь, он враждебен нам. Он недружественный нам. А тебя туда уже, говорят, тянет и тянет. Птицы слетаются подобным себе. Коршун с коршун, ласточка с ласточкой. Ты такой же. А этот около тебя, этот вообще не думает, куда лезет. Брат, ты на тебя на старше осмотрим. Тебе зачем это делать? Ты прижался к Виктору Николаевичу, сидел бы рядом и пел. А ты прям прилип наконец-то своего нашел. Своего. Томитесь здесь. Имеет ли значение, о чем я говорю. Вот есть Иоанн Глатоуст. А есть Василий Великий. Слово Великий означает, его церковь выделила. Правильно, неправильно, это другой вопрос. И Василий Великий говорит. Слушай внимательно. Слушай внимательно, посмотри сюда. Всякое животное наклоняется к пище. Первая часть предложения. Всякое. То есть свинья. Она налили ей пойла. Она залезла. Щушка ее зовут. Вот. Корова к траве наклоняется. Птица клюет. И только человек подносит пищу к себе. Только. Никто больше не подносит. Что непонятно. Василий Великий. Зачем он это сказал? Затем, чтобы мы не были скотиной. Ну все. Я это услышал 53 года назад. Первый раз. Больше ни разу чашку не наклонился. Иногда к батюшке прихожу. Приехали священники. Как один. Вот так вот сидят. Все за столом. Чашку облапал, чтоб кто не забрал. Матушка стоит без подка. Рукавов нету. То есть порядка никакого нету у батюшки в семье. А почему? Боится потерять дружбу. Я его не сужу. Просто это уже. Я уже десятки раз об этом говорил. Я начинаю говорить. Ну ты, наверное, шел домой уже поздно. Я говорю. До свидания батюшка. Пошел. Но я обязательно скажу. А потом священники ко мне подходят. Будут говорить. А почему батюшка не сказал? Я и не знал. Он не знал. Не считал. Наклоняется. Вот наклоняется оттуда. Не надо учить. Это скотина знает. Любая кошка, собака, свинья, медведь. Все наклоняются. В любом ресторане. Любой преступник. Любой пьяница. В любом заключении. В монастыре все одинаково едят. Почему? А этому учить не надо. У человека, говорит, душа по природе христианская. Христианка в чашку как свинья лезет. Она была христианкой, когда в раю была. А теперь она язычница рождается, душа. Маленький ребенок уже капризничает и ищет. Своя рука должна вторая с кусочком быть. Я сейчас про это говорю. С кусочком. А не на коленке держать. Левой рукой собаку кормит, а правой хлебает. Ну не трудно взять кусочек. Только сказал опять. По лбу сразу. И написано в газете. Говорит, а Игнатию разницы нет. Это профессор или академик. Тоже получит свое. Сядь прямо. Сядь, не горбаться. Прям хрючок согнуться. Значит, пищи не наклоняйся. Если ты идешь мимо какого-то учреждения, на улице бывает, готовят там что-то и едят люди. Все до одного сто процентов. Здесь, за границей, все вот едят, как я показал. Вот. Чашки на дне. Этому учить не надо. Их никто не учил. А если не учили, все одинаково, означает, кто-то все-таки учил. Кто? Природа. Апостол Павел говорит, не сама ли природа учит вас? Природа природная. Природа учит. Если мужчина растит волосы, косичку, это бесчестье для него. А для женщины коса, ее краса, ее честь. Ну, у нас на первом месте Екатерина, до пояса у ней. Вот у Ливии. Вот это самые большие косы. Никогда не подстригай. Не подравнивай. Ни одной волосинки не трогай. И Бог тебя благословит. А великое ли дело, тебе не надо рассуждать. Уже сказано. Мы говорим, вот это локоть. А вот это кисть. Ну это узнал? Локоть называется. Локоть. И вот за стол садится, сразу руки сюда. Сколько раз тебе замещание делали? Только сел уже так. Серахов говорит, стыдись, облакачивай на стол. Святая Библия говорит, стыдись. А отсюда вывод какой? Бестыжий. Бестыжий. Это ты, где ты против матери, против сестры будешь восставать, против властей. Бестыжий. Любую наглость скажет. Он говорит, в храме может сделать запятак то, чего делать нельзя. В пухне. Бессовестный. Я не говорю по определенному человеку, а вообще стыдись. Облакачивай на стол, стыдись. Серафима Саровского спросили, вот ты это так сделать смог. А почему я не могу? Он говорит, решимости не хватает. Ты один раз только услышал? Больше никогда не слоняйся над столом. Заведи дома этот порядок. Я услышал один раз. Тысячи людей научились. Другому рядом каждый день тебе просят сколько раз говорили? Ты мгновенно, а почему от дома так щавкаете? Вы дома вообще не соблюдаете никакие порядки. Первым делом, что на столе есть, пошел схватил. Безобразие. Если нет нигде, в мешке прокопаю, дырку в руку вытащу. И такое было. Это совершенно никуда не годится. Вчера чуть не захлестнула девчонку, глядит. Я понимаю, слабое зрение. Ну куда ты внесешься, как распоряженная кобыла. Ломанула ее, опрокинула, видели сами. Это не годится. Ты беги, но когда подбегаешь к строю, иди более медленно, чтобы кого-то случайно не столкнуть. Это мучить надо. Ты поймешь это, когда тебя стукнут. Такой же вот. Залететь на тебя, Никита-то, ну и через строй перелетишь, и около забора будешь лежать. А будем кричать, просят. Чего она просит? Растыпешься, как проса. Значит, все важно. Говорят, главное духовно. Так это все духовно. От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца твое одеяние. От избытка сердца как ты сидишь. Как разговариваешь. Все имеет значение. Все. Перед старшим наклоняй голову. Немногословь. А ты как разговариваешь? Нет. Наклоняй голову. Пройти некоторые не дают. Только подъезжают. Он следом уже бежит и хватает тебя. Вот не понимают этого. Выпил? Все, положи. Покажи кружку. Отодвигает себя. Все съели. Пирог еще не съеден. Ты уже не успеешь есть. Не ешь туда. Сейчас мы выходим. Не трожь пирог. Он тебе уже не принадлежит. Жевать надо. Быстрее. Давай, начинай. Ешь. Потому что маленький не наелит. Последний ест. Как только два человека, так подам сигнал. Не успеешь. Отломи от него маленькой ложкой. Покушай. Надежда Васильевна пекла. Мы не сказали, что... А что не сказали? Пятница рыбу нельзя. И она переживала, пришла. Что я бы тесто успела заместить. Я сказал, немедленно приготовь. Я теперь спрошу некоторых. Вот если бы здесь мы подали приготовленный свежая осетрина. Осетр. Лучшая рыба, как считается. Кто бы отказался от этой рыбы? Осетра не стал бы есть. Почему? Назови еще какой-то. Ладно, назову. Байкальский омуль. Тоже не пробовали. Ты воел омуль хоть раз? А как можешь отказываться? Я говорю, отказался бы кто. Батюшка привез как-то однажды с архиерейского стола осетровую рыбу. Голову. Голову осетра. Вот тут разговоры было. Мы с него наварили. Она как студень. Когда протопопа вакуум через Байкал везли, они ловили там рыбу. И он говорит, рыба необыкновенная. Если начинаешь жарить, ничего не остается. Она вся расплывается жиром. Осетрина. Я был в Синоди в Америке. И там архимандрит Арсений Кондратюк. И он осетрина этой купил. Ну, налил по кружке белой водки. Я не стал, я же не пью. Он это выпил. Ну, ты, наверное, в России-то не видал осетрины. Я говорю, а где бы я его видел? На Америку все кормят так. Ну, конечно, за деньги. Они говорили, грибов сушеных нам приготовьте. 100 долларов за килограмм. Сушеный белый гриб. Видите, сколько припоминается. А гальян отдал, уже обошли его стороной. Ну, гальян досмотреть, да так он неважно выглядит. А в нем белков-то знаешь сколько? Если вы желаете узнать, Вы в интернете когда будете... Где у меня Володя? Правильно, назови его. Володя в пекарне. Бер. Бер там тес такой. Выжить любой ценой называется. Он в пустыне его сбрасывает. Как он идет там, кобра, как он с ней борется. Наконец, ее отрубает голову. Спецназ. Высшего класса спецназ в Великобритании. И показывает нож с собой. Первым делом голову зарыть. Тесок зарыл голову. Она мертвая может ужалить тебя. Дальше. В пустыне надо выжить. Он берет вот так вот ее. И сдирает с нее, как знаете, пенал получает. Она быстро сходит. Это белок. Теперь отвернулся. А у него этот чулок. Шкуру снял. Пописал в нее. В эту шкуру. Поднял и выпил. Это влага. Иначе кровь сгустится, ты умрешь. Видит, слоны прошли. Слоны. Большие кучи навалены. Он берет этот кал. Поднимает. И там жижа черная течет. Он говорит, смотрите сколько я взял. Он один остался живой. 40 человек перед этим все умерли. Главное выжить. А я приду домой, рот я прополощу. И все это показано. Вы знаете, вот сейчас вот дают. Ну, чтобы понять, это калории называется. Сколько в человеке. Вот лежит ветчина, котлеты, рыба, молочные продукты, лапша. В чем больше всего калорий? Я бы никогда не узнал, если бы не прочитал. Больше всего калорий в лапше молочной. Больше, чем в мясе. В беконе, в сале. Ни в одном продукте нет столько полезного. Как полезного в смысле. Дольше организм будет держать и больше силы в себе. Лапша молочная. Никогда бы не подумал. Я всегда считал, что свинина, там может быть мясо. Я так, оно само по себе уже показывает. Нет, оказывается. И он все знает. И вот его выбросили там где-то на севере. Есть нечего. Он идет в пустыну. Внимательно смотрят. Смотри, говорит, тюлень. Тюлень выбросил, он сдох убитый. Он кинжалом разрезает вот так вот его. Шкуру отворачивает. А там белые черви тишат. О, сколько белков. Он червей этих нагребает и сразу в рот себе. У мертвого. Он живой выйдет. В Китае, смотри, майские личинки, жуки такие толстые лежат. Он ест, у него течет все. Противно смотреть. Белок. Нас научат жить. Русский человек самый расточительный. Ни одна нация в мире за всю историю мировую не имела такие площади. Такие богатства, как Россия. Но она шестую часть мировой суши занимает. У нас на 1 квадратный километр, кажется, 1,2 человека. А в Европе 270. Иногда до 400 на 1 квадратный километр. Ясное дело, что эту землю у нас отнимут. Ее не будет. Сейчас в мире объявили сбор. Будет не сделать. Чтобы каждому русскому человеку дать 175 тысяч долларов. Для того, чтобы он уехал отсюда, чтобы не вонял. Тут поселятся другие люди. Чтобы он не портил, не загаживал эту почву. И все равно он где-то там пропьет. Сразу пропьет и сдохнет. Понятно? Мы должны изменить обстановку. Смотреть, как у нас здесь показано. Каждое стеклышко мы все зарываем. Облагораживаем почву. Вывозят там навоз. Земля, чтобы плодородная была. Ты это отнесешь. Ешь быстрее. Но нельзя быть как хомяк. Все уже поели один. И главное не торопиться. Головой налево-направо. В следующий раз не будешь прикасаться к пирогу. Потому что ты не хочешь быстро есть. Теперь это все очень важно. Вот сейчас я говорил вам о питье. В обед и вечером это разная норма. В обед пускай пьет. Вечером почти ничего не давать. Третьего чуть-чуть гладка два. Иначе поплывут. Не успеете стираться. Он не понимает этого. В прошлый раз у меня был кто-то один. Сидел, выскочил и поперся. Из-за стола в туалет. Один бежит. Вот так рукой ухватился за задницу и бежит. Еще уже на ходу поймал. Кто это бегал здесь? Из-за стола вышел в прошлый раз. Ну кто? Уже ни один не сознается. Раз такое дело, у тебя переполнен желудок. Не садись, не ешь. Рот закрою. От избытка сердца говорят уста. И уста работает от избытка сердца. Ограничь себя. От избытка сердца сон твой, сколько ты спишь. Как разговариваешь, все от избытка сердца. У человека язык это лопата. И эту лопату он выбрасывает. Матерки это он разный гной, блевотину выбрасывает из себя. Так объясняют святые мужи. Язык это лопата. Если наполнено божественным, у тебя всегда будет подводиться к славе Христа. Любое дело. Так еще едят двое, я не могу дать сигнал. Трое. Давайте ешь. Еще лицо у нее печальное такое. Давай ешь быстрее. Потом вернетесь, доедите. Дадут еще. Маленькие возвращаются, помолятся с нами, а потом придут и поедят. Наш стол закончил. Дежурный, махните ему рукой. Я сюда хоть покажу. Вот так. И кружку также показывают. Показали, но прокидать не надо. Ну что, новенькие. Порядки наши уже знали? Простые, понятные. Все остальное вы по ходу действия увидите. Повторяем, в нашем лагере мы стараемся создать 100% защищенность ребенка от обзываний, от драк, от всего, что не славит Господа. У нас были совершенно разные. Все у меня нет, я в лагере уехал. Но их нет. И Господь дальше усмотрит. Да. Внимание. Теперь с работом только в сентябре. ôngинский, мировой кухню. Я в одну-балке. В сентябре, мировой кухне. Мы считаем, что они содержат, что они все удают. А то сразу видно, что это злой человек, все будут думать себе на уме. Никогда не показывай этого. У тебя хорошее перспектива. Ты выйдешь с другим. Восемь дней папа здесь будет. Они еще тебе не сделают. Я тебя никому не отдам, какой бы дядька ни приезжал. Божьей милостью будь не грешен. Создай меня, Господи, помилуй меня. Ты счастливец и грешил, Господи. Прости меня, грешеный, помилуй и благослови. Спаси Христос. Спаси Христос. Все. Семь минут нельзя выходить за ограду. Дядя, сидеть и возмущать, говорить, а потом играйте 15 лет. Насчет бани что? А? Насчет бани что? Ну, ты думай, затеваешь. Направь туда, сюда хыжа, я хозяин. Ты хочешь, чтобы я затопил? А? Чтобы я затопил? Я могу сделать это? Не сделать это, да. Я пока требую. Там доска полностью попереломана, видел? Видел. Ну, а почему не сказал? Не сделал, не сказал. Да, не сделал, не сказал. А? Не сделал, не сказал. Ну, еще, виноват? Виноват. Виноват, виноват. Ну, так ты доводи до сведения. В прошлый раз, а Никита где? Никита? Да. Так, Виталий, в прошлый раз тебе показали, где пилить. Ножовку бери и по этим деревьям возьми лезь, пролезь, отпилить надо. По краю все. Потому что ветки, они заслоняют там. Ну, где садили тополя? Оттуда как идти? В прошлый раз вы не успели. Это сейчас пойдет. Ну, остальное тут пускай сегодня, что тут? Решают, делают. Сегодня суббота. С чем занимаешься? Могу шкурить. Да. А о гостей что? О гостей? Так вот я хотел поговорить. У них резиновые сапоги вроде есть. Отправить на пруд. Пускай они потрудятся. С ветками все. А мне некогда, я с баней займусь тут. Но я приеду туда. Так, внимание. Где у меня тут Константин? Так. Вы не свободны? Ну, это вот нам... Ну, вы хотите им заняться, да? Да. Это необходимо, да? Хотел бы еще спросить. А? Хотел спросить. Да. Я бы хотел попросить кому-то, чтобы вы проследили, что он два раза в день мазал свою болячку. Ну, а это только Галину Александровну пока. Я тогда попросил ее. Спасибо. Галину Александровну. Тут больше она выезжает через 8-9, но передадут другому. Я думаю, это, конечно, надо на Володю. Володя, иди сюда. Ему передайте тебе. Паспортные данные. Ты записал их в данные? Я передам. Все за мать. Ты сеешь, что-то, да, поговоришь, что я все за мать. В холодильнике надо хранить. Трячь. Трячь. Трячь лучше сделать. Да, да, дальше. Вот, мачку, два раза в день надо там что-то помазать, посмотришь. Ага. Кто-то проследил, утром и вечером. Вот он сам делает, да? Пусть сам делает, да. Все, сделай, все, помашь. Видишь как. Не надо, отойди от него. Все, включай.